Пресс-конференция советника министра социальной политики и вопросов на ПАЭЛ в том числе в области Анастасии Бондаренко, который пришел подстроить взаимоотношения между переселенцами и волонтерскими благодарительными организациями, городскими, областными, соцполитиками и министерствами. Светиан расскажет о своих сложностях в этом процессе. Итак, Анастасия Бондаренко, советник министра социальной политики и вопросов на ПАЭЛ. Прошу вас, Юрий Иванович, я расскажу вам очень позже. Да, Юрий Иванович просил извиниться у него, к сожалению, внезапно совещание, поэтому он слегка задерживается. В общем, я, наверное, начну с того, чтобы, в общем, рассказать, что такое программа советник министра, внештатный советник министра. Эта программа организована при помощи такой волонтерской инициативы, как КрымСОС, все ее знают, по помощи переселенцам, британского правительства и канадской организации Стабилизейшн Саппорт Сервисес. Значит, эти организации объединились для того, чтобы решить одну из важнейших проблем. Это проблема коммуникации. Как показывает, вот уже два месяца идет программа, как показывает опыт, действительно, самая большая проблема – это отсутствие коммуникации между людьми и чиновниками, между собой находящимися на разных уровнях, и чиновниками областного уровня и центра. Прежде всего, главная проблема у нас лежит в том, что люди очень сильно боятся чиновников. Все боятся спросить. Очень часто, когда еще я занималась волонтерской деятельностью, я сталкивалась с таким вопросом от представителей управления труда и соцзащиты, а почему они сами не позвонили? То есть приходили люди к нам, к волонтерам, и спрашивали, собственно, те вопросы, которые они могли задать совершенно спокойно в управлении труда и соцзащиты, но из-за каких-то своих психологических предубеждений не задали. Большинство сотрудников управления труда и соцзащиты абсолютно нормально, человеческим языком, адекватно, без нервов, без скандалов отвечают на вопросы. Но люди, единожды когда-либо в жизни, столкнувшиеся с какими-то проблемами, с каким-то негативным отношением к ним, боятся лишний раз переспрашивать, боятся лишний раз что-то уточнять, боятся узнавать, какие у них на самом деле есть права, боятся требовать чего-то от чиновников. Не обладая информацией о своих правах, они, соответственно, их совершенно никак не отстаивают. На любом уровне, и на уровне города, и на уровне первого обращения. Поэтому, вот, собственно, наша программа, это прежде всего объяснить людям, что чиновников бояться не нужно. Это такие же люди. Они тоже умеют общаться, к ним можно и нужно обращаться. Если у вас пока есть какой-то страх перед чиновниками, можно обратиться к советнику. Советник – это должность внештатная, то есть мы не являемся сотрудниками Министерства соцполитики. Возможно, некоторым людям это помогает к нам относиться чуть-чуть попроще, чем к чиновникам. И это, как бы, такой мостик между волонтерской организацией и представителями органов государственной власти. Мы надеемся, что программа поможет вот эти все моменты, какие-то шероховатости убрать, и люди непосредственно смогут уже общаться с представителями власти и получать от них информацию о своих правах и о своих возможностях. Вторая основная проблема – это то, что тема для нас переселенцев – это очень новая. У нас никогда в стране такого не было. Законодательство у нас не было на это рассчитано. Люди не были готовы к таким ситуациям и не были готовы к решению очень срочных проблем с учетом того, что в стране идет война. Законодательство сейчас за год очень сильно изменилось в лучшую сторону. То есть идет формирование базовых нормативных актов в этой сфере, и она постоянно меняется. Поэтому люди иногда, те, которые обращались, например, один раз три месяца назад в Управление труда и соцзащиты, не знают о том, что у них что-то изменилось в их правах, они могут обратиться и, например, получить какую-то дополнительную помощь, могут рассчитывать на какую-то дополнительную программу. В этом мы помогаем переселенцам. Они могут обратиться к нам, мы можем подсказать, куда обратиться, на что сослаться для того, чтобы получить какую-то дополнительную помощь, либо оформить какие-то соответствующие документы. Ну, вот, в общем-то, это основные такие тезисы нашей работы. На самом деле там вопросов возникает очень много, на местах возникает очень много вопросов, но потихоньку, вот два месяца уже идет программа, потихонечку видно положительные сдвиги в этом вопросе. Спасибо, можно спросить. Вы сказали о положительных сдвигах, может, поподробнее о этом расскажите? О положительных сдвигах? Ну, во-первых, люди действительно в микрорайонах, не в микрорайонах, прошу прощения, в районах Харьковской области, мы смотрим, что в районах Харьковской области начали больше обращаться, и сотрудники, понимая как бы ситуацию, начали больше вникать в положение людей и спокойнее с ними общаться. То есть не с позиции, я сейчас сотрудник, я вам тут, вот вам одна бумажка, вот вам вторая бумажка, разбирайтесь как хотите, а пытаться нормально контактировать, то есть налаживать какие-то человеческие взаимоотношения с переселенцами. Переселенцев меньше, к сожалению, не становится, несмотря на то, что вот последнее время у нас более-менее застабилизировалась обстановка, люди, к сожалению, не убавляются, людей по-прежнему много, и им всем нужна помощь. Причем те люди, которые терпели, там как-то держались на каких-то остатках запасов, вот сейчас они поняли, что это быстро не закончится, нужно обращаться за помощью к государству. Они начали обращаться не только к волонтерам, начали обращаться к государству, начали общаться с государством и пытаться узнать, что они еще могут сделать, для того, чтобы им стало чуть-чуть полегче. Спасибо. Возможно, потребности изменились в последние месяцы? Раньше, когда вы за материальной помощью и одеждой едой обращались, то, возможно, сейчас просят помощь в поиске работы? Да, да, конечно, запросы изменились. Когда человек приезжает, скажем так, в остром состоянии, из зоны боевых действий, из-под обстрелов, его главная цель – это получить минимально еду, одежду. А сейчас, конечно, люди поняли, что они, например, хотят остаться в Харькове или в Харьковской области. Им нужно здесь как-то обустраивать, соответственно, жизнь. Они постепенно приходят к мысли, что нужно, например, искать какие-то варианты с жильем более постоянным, потому что цены, к сожалению, на жилье постоянно растут, и на съемном жилье находиться постоянно не вариант. Люди начали по-другому относиться к работе. Как мы все знаем, в Донецкой и Луганской области немножечко выше были зарплаты, чем в Харьковской. Поэтому люди, когда приезжали, они очень бурно реагировали на предложение, например, 2,5 тысяч гривен за какую-то работу, такую вполне нормальную, адекватную, по их мнению, это было очень мало. Сейчас люди поняли, пересмотрели свои приоритеты и возможности, и уже более-менее нормально стараются устроиться на работу. Причем, если раньше люди искали, мне бы временную, я бы не закрывал трудовую, у меня трудовая находится в зоне, а то не хочу прерывать ничего, то сейчас люди обращаются за тем, чтобы закрыть официально трудовую, не возвращаясь в зону АТО, за тем, чтобы здесь получить официальную работу, чтобы у них шел стаж, чтобы они рассчитывают на то, чтобы шли отчисления в пенсионный фонд. То есть они здесь уже пытаются как бы укорениться. Вот такие вот проблемы. Главная проблема, конечно, к сожалению, неразрешима – это жилье. Пока, насколько мне известно, нет общей программы, мы все работаем, все вместе, и министерства работают над этим, и волонтерские организации об этом говорили, и международные организации о том, что необходима помощь именно по жилью. Но пока, к сожалению, мы не можем удовлетворить потребности в жилье людей. Очень много людей, а жилья очень мало. А вот городок, который построен в районе 50 лет? Городок функционирует в полном объеме, там постоянно живут люди. А ротация происходит? Там ротация происходит, ну, как таковая ротация, вот в масштабном понимании не происходит. То есть там пересмотрели условия проживания только тем людям, которые грубо нарушали условия проживания. Все остальные люди, поскольку обстоятельства, которые их туда в этот городок привели, не изменились, к сожалению, поэтому все остальные люди остаются там на своих местах и продолжают проживать в городке. Там уже потихонечку идет обустройство городка, то есть люди пытаются как-то адаптироваться. Он же был как временный построен, но поскольку уже понятно, что быстро они оттуда не уедут, люди пытаются как-то облагородить и улучшить свою жизнь там и уже более-менее на постоянной основе, пока там проживают. К сожалению, вот так. Да, пойдем. Паша, пожалуйста, спасибо. Вам как в садебнику уже обращались с переселенцами и с какими проблемами прозвольствами? Да, конечно, ко мне обращались переселенцы. У меня два раза в неделю приемные дни. Приходят люди, люди приходят, опять же, боясь идти спросить в управление труда и соцзащиты, люди приходят с теми вопросами, на которые мы там совершенно нормально бы ответили. То есть люди спрашивают, как получить соцвыплаты, как продлить соцвыплаты какие-то, как переоформить пенсию. Я очень удобно расположена, у меня как раз рядом приемная пенсионного фонда, поэтому я спокойно говорю, ну давайте пройдем, вот тут рядом приемная пенсионного фонда, вам тут все расскажут. Вот, с жалобами не возвращались из приемной пенсионного фонда. То есть нормально им там предоставляли всю необходимую информацию. Разумеется, спрашивают, вот болезненный вопрос по поводу жилья. Сейчас в связи с осенним периодом начали спрашивать, к вопросам, которые не относятся к ведению Министерства соцполитики, начали спрашивать по поводу медицины, по поводу вакцинации детей. Очень много спрашивают, как устроить ребенка в садик, вот, как перевезти в другую школу, мы вот переехали, мы сменили район проживания, нам неудобно туда ездить. То есть с вопросами не всегда связанными напрямую с зоной деятельности Министерства соцполитики. У нас все настолько понятно с переселенцами, тем, что вы прошли, что вы прошли, что вы прошли. Да, или вы прошли? Я прослушал, это же очень, по поводу вакцинации, да, все проходит с... Я не имею, я не имею такой информации. Дело в том, что, опять же, как я повторила, это не зона ответственности Министерства соцполитики, этим занимается Министерство здравоохранения. Вот, то есть, все, что я не могу сказать, пожалуйста, уточните на местах, не стесняйтесь спросить в поликлинике, что происходит с вакцинами, есть вакцины, нет вакцины. Если нет вакцины, пожалуйста, уведомьте об этом органы здравоохранения на уровне города. То есть, если у вас в районе есть какая-то проблема, пожалуйста, не стесняйтесь говорить об этом, уведомляйте. Никто не узнает, что у вас проблема, если вы будете об этом молчать. В текущий момент можно сказать, какое количество людей? Обстановка затихла, они решили проверить, как там их квартира. То есть официальная статистика у нас говорит о том, что у нас почти 200 тысяч переселенцев по Харькову и Харьковской области. Это те, кто сейчас зарегистрирован как переселенцы. Живут их на самом деле гораздо больше и они все время меняются. То есть у нас более-менее стабильная остается цифра. Это дети, которые ходят в школы и дошкольные учреждения. Тут цифра не меняется, потому что родители стараются, чтобы дети, если уже начали ходить здесь в школу, то не продолжали ходить в школу здесь, никто никого не дергает. И более-менее стабильная цифра это те люди, которые здесь официально трудоустроены. Понятно, что им так не получается ездить туда-сюда. А все остальные категории граждан, которые не имеют такой жесткой привязки, они более-менее постоянно ездят в зависимости от ситуации. Если ухудшается ситуация, то возвращаются сюда. Если улучшается, едут домой проверить, как там их имущество. В большем городе или область сейчас? В городе, но постепенно, я думаю, будет процесс продвижения в область, потому что в районах и дешевле жилье реальнее, там как-то обустроится, и немножечко цены поменьше. Единственная проблема районов, с которыми мы столкнулись, это, конечно, работа. Потому что в Харькове все-таки шансов на работу найти больше, чем в районе. А вы еще, вы хотите сообщать о приемной дне? Приемной дне у меня понедельник, пятница, понедельник с 9 до 3, пятница с 9 до 4. Приходите в Газпром, третий подъезд, первый этаж, комната 19. Это все конфликтные вопросы можно решать? Да, единственное, что я бы просила особенно для, ну, вообще это всех, в принципе, граждан касается, это такой практический совет, если вы хотите сказать, что кто-то вас обидел, кто-то вам что-то не то сказал, лучше такие вещи подтверждать документально. То есть, если вам сказали, например, мы вам отказываем вот в такой-то соцвыплате, прежде чем прийти ко мне обратиться, пожалуйста, получите письменный ответ. То есть, если у вас есть письменно, вам отказали письменно, вам действительно отказали. Если вам отказали в устной форме, это человеческий фактор, это какой-то не тот сотрудник, который забежал и вам сказал в коридоре, вовсе не значит, что это специалист вашего профиля. Поэтому, если вам говорят какой-то отрицательный результат, постарайтесь, пожалуйста, вы имеете на это право по закону, получить бумажную версию этого отказа. Спасибо. Юрий как-то, да, нас, по-моему, бросает. Сейчас, если можно, я сделаю паузу, попытаюсь ему позвонить. Люди загнаны чиновниками, с другой стороны, чиновники загнаны людьми. Честно. Чиновник – это же государственное что? Машина. Ну, чиновник – это винтик в машине. Будь добр с 9 до 6, да, если потом уже. Ну, вот он там тоже не кофе пьет. У нас чиновники, мы вот потихонечку сейчас с международными организациями, с волонтерскими пытаемся совершить такое чудо, как объяснить людям, которые чиновники, государственная машина, что ничего страшного, если они будут общаться с волонтерскими организациями и международными организациями. Их никто не побьет, не покусает. Вот, пока у нас удалось наладить контакт с раксами, они отлично проводили с нами круглый стол. Они объясняли простыми доступными словами, как, что нужно делать, если там отсутствуют документы, если у вас свидетельство о рождении ЛНР, ДНР. Вот, если у вас там родственник умер на той территории, как получить свидетельство о смерти, как вступать в наследство, очень хорошо все доступно объяснили. У нас сидели волонтеры и конспектировали каждое слово, потому что внезапно чиновники начали говорить понятным языком. И недавно пришел круглый стол с представителями управления юстицией и органов судзащиты постепенно, постепенно мы их приучаем к мысли, что их никто не убьет, не покусает, можно прийти поговорить, все будет хорошо и даже будет легче. Им же, прежде всего, в их работе, потому что это беда, на самом деле. У нас чиновники тоже очень сильно запуганы. Волонтерское движение, волонтерская поддержка не угасли? Не угасли волонтерское движение? Нет, конечно. Нет такой острой необходимости, которая была, например, зимой, когда было Дебальцево, когда людей вывозили из подвалов, из-под завалов. Но все равно сейчас просто мы, волонтерские организации, я смотрю, переориентировались на новые цели. То есть поиск людям работы, профпереполификация, поиск жилья, которое можно, например, отреставрировать за какие-то небольшие деньги, для того, чтобы уже нормально там остаться. Но такое жилье, как правило, в маленьких деревнях. Ну, то есть не в Харькове. В Харькове, разумеется, с этим все глухо. И сейчас вот очень много программ. Я смотрю, это началось, в принципе, с весны. Сейчас все больше и больше программ, которые направлены на переквалификацию. Потому что, ну, понятно, да, Донецкая, Луганская область, шахтерский край. Приходит, например, человек к специалистам по трудоустройству, спрашивает, что вы умеете делать. Он говорит, я шахтер, я 20 лет был шахтер. Ну, и, собственно, кроме того, что ходить в забой, он ничего и не умеет. А в Харькове такая специальность не востребована. Если сначала многие люди говорили, да нет, я не буду переучиваться, я уже там, типа, и так, в 20 лет я уже пробыл шахтером, я уже хочу, там, не знаю, на пенсию, ничего делать не хочу. То есть сейчас люди понимают, что надо как-то выживать, и очень активно начали пытаться осваивать какие-то новые профессии, рассматривать там возможность открытия собственного дела. Вот на станции Харьков, все знают, да, волонтерская организация, вот недавно закончился проект, который был нацелен на то, чтобы люди, которые там, либо там не смогли оттуда вывести свое собственное дело, либо хотели открыть, но у них не было такой возможности, их подучили здесь, они написали бизнес-планы, защитили, и несколько проектов самых успешных, получили материалы, получили не финансирование, то есть там изначально не рассматривался вопрос финансирования, там выдавали оборудование, аренду, то есть снимали помещение, оплату труда наемных лиц, ну, и люди как бы очень довольны. Проект длился с лета, вот он недавно, недавно позащищались уже, по-моему, все, и, ну, как бы видно, что есть такая необходимость. Есть необходимость в том, чтобы люди переквалифицировались, чтобы люди какие-то получили новые знания, которые бы помогли им здесь выжить, потому что их специальность тут не востребована. Скажите, а из каких областей больше ближе, из Луганска или Луганска? Из Луганска. Из Луганска как-то больше. То есть там больше ближе, чем ближе? Да, да. Чем ближе, тем больше, и тем же обусловлено, почему люди остаются здесь, почему люди не движутся вглубь страны. Потому что им здесь чуть что, быстренько мокнулся домой, проверил, как дела, как там, квартира, цела-нецела. В Луганской области как-то больше. Ну, все зависит, опять же, все зависит от того, насколько активные боевые действия. Когда были активные боевые действия в Донецкой области, ехали оттуда. Сейчас, когда были больше в Луганской области, ехали оттуда. Но Луганская область как-то приобретала. Сколько приобретения сейчас активных боевых действий? Знаете, мы, когда я еще вот была волонтером на станции Харьков, мы боялись, что люди иссякнут источник, да, что люди устанут просто. Нет, люди помогают, помогают, помогают. То есть мы там говорили о том, что, ну вот сейчас вроде бы будет затишье, и все. Летом мы говорили, вроде оно так начало потихонечку затихать, затихать. Но нет, я смотрю по Фейсбуку, да, когда люди обращаются, девочки там пишут, что необходима одежда, необходимы там предметы, обиходы какие-то. Люди приносят, люди стараются, по-прежнему помогают. И деткам помогают, сейчас осень, у детей, понятно, что большинство переселенцев не могут обеспечить своим детям нормальное питание, то есть оно идет по эконом-режиму. Поэтому и деткам приносят иногда, там кто-то там, фермерам всякие вкусности, фрукты попривозили, овощи. Поэтому да, помогают, по-прежнему помогают. Конечно, не так активно, как это было зимой, но потому что это абсолютно логично. Зимой было больше необходимости, были какие-то очень острые вещи. Сейчас ситуация поспокойнее, нет необходимости так активно помогать, но помощь все равно продолжается. И сейчас потребности, какие-то перескуются, чем же помощи? Ну вот сейчас, насколько я знаю, из того, что писали девочки, по-прежнему необходима теплая одежда. То есть есть люди, которые приехали вот недавно. Я была очень сильно удивлена, ко мне неделю-полторы назад обратилась девушка с вопросом, которого я уже очень давно не слышала. Как ей зарегистрироваться к переселенцу? Девушка, а вы, извините, когда приехали? То есть почему так долго тянули? Она говорит, я приехала позавчера. То есть, видимо, люди вот тянули до последнего сколько могли. И вот что-то, может быть, какие-то вопросы решали, может быть, там, какие-то там семейные дела решали. Ну, в общем, вот есть люди, которые до сих пор только вот начинают приезжать и регистрироваться к переселенцам. У них все те же проблемы. У них отсутствуют предметы обихода. У людей, которые выезжали не целево, а вот собрались и поехали, потому что появилась возможность, у них, конечно, сейчас очень большая проблема зимней одежды. Тем более постепенно обнаруживаются места компактного проживания переселенцев где-нибудь там глубоко в области, которые сидели-сидели, держались-держались. А с холодами начали проявляться, потому что у них нет дров, у них нет одежды, у них нет запасов на зиму. Вот, а, как правило, это люди самых незащищенных категорий, то есть это пенсионеры. Поэтому помогать можно по-прежнему теми же предметами обихода, одежды. Если есть какие-то там детское питание дополнительное, это все всегда очень кстати. — Как вы думаете, почему ты там позавечера приехал, почему они все-таки так долго тянули и выбирают для своего переселения в Украину? — Ну, во-первых, так долго тянули, я же говорю, из того, что я спрашивала, когда людей, как правило, это решение каких-то проблем. То есть оно чуть-чуть затихло, если это, например, крупные города, где уже давно нет обстрелов. Они пытались привести дела в порядок, потому что те люди, которые выезжали из-под обстрелов, они выезжали уже бросив все, документы схватил уже и как бы и хорошо. А те люди, которые выезжают сейчас, они заканчивали какие-то свои дела. Знаете, так, ну вот такой жестокий пример, у кого-то родственники, которых не могли лежачих оставить, но вот их не стало недавно, и люди начинают выезжать. Вот, они выезжают как бы оформлять документы, например, свидетельство о смерти и понимают, что, скорее всего, целесообразнее остаться. Почему выбирают Украину? Ну, это, наверное, вопрос к переселенцам. Скорее они на это ответят. Но как-то мы просто не обладаем статистикой, сколько же выехало в Россию. Поэтому мы видим только тех, кто доехал до Харькова. А сколько людей уехало в Россию, нам неизвестно. Спасибо. Мы уже спрашивали вопросы, которые не совсем относятся к теме, которые происходят. Ждем, где пора. Теоретически еще минут семь, и он должен появиться. Ну, вот в этом, собственно, и различие чиновника и внештатного советника. Вы можете со своим личным примером показать очень разницу. Нет, я имею в виду, что я не завишу от селекторного совещания, которое назначило министерство утром. Понимаете? То есть у нас тоже есть, конечно, мы тоже предоставляем информацию советнику национального уровня. То есть мы собираем, консолидируем всю информацию на уровне области и передаем ее советнику национального уровня, который потом это все передает в министерство. Но у нас нет таких жестких рамок, вот временных, у нас нет жестких рамок, нам там, вот, нам назначена встреча, мы должны приехать. То есть мы можем, договорились с человеком, приехали. Договорились, например, там, приехать в город Чугуев такого-то числа. Все, я уже ничего не планирую, я еду в город Чугуев. А у них возможный вариант. Что-то срочно перенесли, какой-нибудь официальный визит, и все, и человек хочет приехать, но не может. А что он должен был в этой сообщении? Ну, я думаю, что он бы озвучил, как бы я не могу от его имени говорить, правильно? То есть я думаю, что это будет озвучена просто позиция областного департамента соцзащиты, как им с нами работать. Вроде пока все хорошо, у нас полное взаимопонимание, и мы стараемся так, чтобы наши совместные усилия привели к максимальному эффекту. Что он еще хочет сказать, я не знаю, к сожалению, надо дождаться его. Вы не знаете, кто-нибудь из бизнесменов строил жилье конкретно для присоединиться в плане благотворительности? Такие были случаи? Ну, по крайней мере, у меня такой информации нет. То есть, может быть, где-то такое было. Очень много жилья, но не в Харьковской области, люди говорили, отдавали просто. Вот, пожалуйста, пользуйтесь, мне сейчас не надо. Вот, очень много отдавали дач. Я не живу на даче, там летом у меня другие планы, пожалуйста, живите. Но это вот была волна, когда совсем люди ехали зимой-зимой. Было много случаев, к нам, в принципе, обращались, говорили, пожалуйста, если кому-то надо, вот я могу предоставить, просто там, пускай за коммунальное платят, или просто хочу, чтобы моя дача отапливалась, там, дрова за угол. А так, чтобы целево отстраивалось жилье каким-то бизнесменам, нет, такой информации нет. Понятно. В основном все это государства, из каких-то, из каких-то, из каких-то революционеров? Ну, и международные фонды. То есть, вот этот, собственно, мой модульный городок, да, это при помощи международных организаций было строительство. Сейчас, насколько мне известно, есть несколько международных фондов, которые тоже рассматривают вопросы жилья. Я понимаю, что уже вот эта вот острая необходимость, уже все об этом знают. Они рассматривают возможность сотрудничества и с органами власти, и напрямую с какими-то объединениями переселенцев для того, чтобы как-то разрешать вопросы жилья. Разные варианты рассматриваются. Пока об этом бессмысленно говорить, потому что программы не приняты. Как только будут приняты программы, я думаю, что нужно будет рассказать, потому что это очень острый вопрос, когда будет какое-то жилье или возможность получения какого-то жилья. А вы не в курсе, на каком сейчас ставили в Купенске, а вроде как выбрали какие-то недостроенные общежития или что-то, которые собирались достроить и поселить туда переселиться. А как вы не только сейчас? Ну, то, что я знаю, наверняка, что их точно еще не достроили. А еще так? Потому что иначе есть информация по Купенску, там достаточно много переселенцев проживает, но так, чтобы людям решили вопрос с общежитиями, нет. Ну и, понимаете, тут такая ситуация с жильем. В принципе, как показывает грузинский опыт, например, места компактного проживания переселенцев – это очень большое зло. Чем больше они интегрируются в громаду, тем проще идет процесс адаптации, тем меньше возникает каких-то конфликтных ситуаций. Когда люди проживают компактно, все вместе и варятся как бы в своей каше, человек не развивается, он не адаптируется к тому, что его окружает. И, получается, у нас не будет никогда людей, которые, например, решат остаться, потому что они там все время, они о своем. А люди, которые, например, в Харькове живут, снимают жилье, там как-то вместе снимают жилье, там втроем бывают, в квартиру снимают, там три семьи снимают трехкомнатную квартиру. Они вынуждены интегрироваться в Харьков, и они как-то уже проще, они уже больше чуть-чуть харьковчане, чем те люди, которые проживают, например, в модульном городке. Поэтому Купинск в общежитии – это, конечно, хорошо, это временный выход, но, в принципе, в дальнейшей перспективе это не самая хорошая идея разрешения проблемы жилья. Какие, скажем так, поганые места в основном сейчас занимают, ну, в плане работы? В плане работы… Какие предоставляются работы сейчас? Чего больше? Каких рабочих мест, каких профессий больше? Разумеется, неквалифицированный труд. То есть, чем проще, тем проще найти такую работу. Вот, если это, там, специалисты высокого уровня, хотя вот появляются периодически запросы, вот у нас между областями советники между собой уже общаются, и у нас, например, вот иногда говорят, вот нам в такой-то области нужен там ветеринар, в такой-то области ищут хирурга. Пожалуйста, если у вас есть переселенцы, которые бы готовы были переехать, пожалуйста, сообщите им такую информацию. То есть, идет обмен информацией, и мы стараемся как-то быстро реагировать для того, чтобы, если у нас здесь кто-то есть, кто подходит под категорию и согласен переехать, чтобы он мог получить работу, может быть, в другом месте. В принципе, лучше всего были трудоустроены медики, потому что как-то так исторически сложилось, что медики, хорошие медики, с хорошим опытом работы, они всегда пригодятся. И у нас еще по волонтерским временам, я могу сказать, и сейчас, в принципе, практически отсутствует обращение медиков с помощью трудоустройства. Да, они как-то более-менее... Были вопросы по тому, как закрыть трудовые, потому что очень многие уехали, бросив там все. Были вопросы по стажу, потому что восстановить можно у нас только с 2000 года информацию по стажу работы. Но не было вопросов с тем, что вот у меня нет никакой работы. Чем более квалифицированный человек, если это мы говорим о медиках, тем проще ему найти будет работу. Если мы говорим о технических специальностях, тоже все, в принципе, более-менее нормально. Было такое, что обратился мужчина, которому нужен был просто сварочный аппарат для того, чтобы нормально уже зарабатывать. Он бы, как бы, неофициально, но более-менее зарабатывал. Потом подтвердил все свои необходимые документы и здесь устроился хорошо на работу. Ему просто одолжили сварочный аппарат какое-то время. Да? Вплоть до того, что, ну, да, пожалуйста, вот тебе в аренду просто так главное не поломать. Он не поломал? Он не поломал, он устроился, все вернул, себе свой купил. То есть человек нормально, человек хотел найти работу, у человека была цель, ему помогли, и он нормально устроился. Вот очень много интересных бизнес-идей. У нас приходил как-то прекрасный мальчик, который хотел открывать собственную кондитерскую. Очень интересная идея, то есть он прорабатывал, он ее продумывал, он получал все документы. Он спрашивал, что ему нужно, там, бизнес-план писал. Ну, то есть много, на самом деле, людей с очень хорошими идеями, и если бы у них была возможность, они, в принципе, нормально сами бы себя обеспечивали. Есть люди, например, которые говорят, мне не нужна помощь адресная. Я достаточно нормально устроился, я хорошо зарабатываю, пускай лучше кому-то эти деньги более впрок пойдут, чем мне. То есть переселенцы, в основном, эти люди, ну, так, за запущение 0%, у кого активная, собственно, жизненная оппозиция? Да нет, не обязательно. Нет, не обязательно есть. Понимаете, как? У них вынужденная активная оппозиция. То есть если ты хочешь выжить, ты, конечно, будешь, у тебя будет активная жизненная оппозиция. Если ты ничего не хочешь делать, ну, скорее всего, у тебя ничего не получится. Ну, были люди такие, которые, вот, пожалуйста, вот, сделайте так, вот, чтобы прилетел волшебник и сделан мне хорошо. Разумеется, ни государства, ни волонтерские организации на это не рассчитаны. На то, чтобы кто-то человеку сделал хорошо. Если ты хочешь что-то сделать, тебе помогут. Да, может быть, то, что касается государственных каких-то выплат или просто какой-то другой помощи, это будет не так быстро, как это могут сделать волонтеры. Но это все равно будет. То есть от государства есть помощь. И нужно ее, как бы, просить, нужно ей пользоваться. Но это будет не быстро. Но нужно для этого что-то сделать. То есть, как минимум, нужно пойти, зарегистрироваться как переселенцу, написать заявление, и тогда начнешь что-то получаться. Да, люди, которые ждут, что вот сейчас все свершится и им тут станет хорошо. Нет, это, ну, есть такие люди, к сожалению, есть. Но они, не знаю, честно говоря, их дальнейшую судьбу. Им попытались объяснить на всех уровнях, что либо вы начинаете что-то сами делать активно, вы говорите, что конкретно вам нужно. Не просто вот сделайте мне счастье, а сделайте мне нужно вот это, вот это, потому что я хочу достичь того-то того. У тех все получается. Кто сидит и дальше ничего не делает, у того ничего не получается. Спасибо. Я думаю, что нет смысла не начинать, Александр Иванович. Ну, давайте до без четверти подождем. Три минуты осталось. У нас фантазия заканчивается. А? Фантазия заканчивается. Спрашиваем. А где вот эти, вы говорите, места компактного проживания перед зеленцем? Где они в основном? Сколько, например, семей? Ой, по семье я вам точную информацию не дал. Ну, у нас в Харькове есть два места компактного проживания. Это лагерь «Ромашка», все, наверное, о нем слышали. Это первое место, куда людей начали привозить. И потом уже это стал модульный городок. У нас есть еще место компактного проживания в Чугуеве, у нас есть место компактного проживания в Боровенково, во всех остальных они как раз интегрируются в местную громаду. То есть их стараются там не собирать, и это очень правильно. В «Ромашке» больше идет смена людей, в модульном городке более-менее стабильное количество людей, которые там проживают. И постоянно, ну, одни и те же люди проживают. Ну, там же городок, у них там какие-то свои отношения сложились, у них там есть активисты, которые следят за порядком, есть люди, которые там вовремя следят, чтобы там, например, по лавочке ставят, пора там то делать, пора, не знаю, гравий выровнять, обеспечить детей там чем-то. Они звонят волонтерам, они следят за тем, чтобы у людей документы были. Это вот активисты сами, люди решили, что они хотят вот так вот помогать. Есть такие в «Ромашке», были попытки, но там все время власть меняется. Ну, что это фронтация. Да, да. Ну, это обусловлено тем, что люди меняются и постоянно меняется, соответственно, власть. А там стало уже громко. Большой процент уезжает дальше? Не очень большой. Не очень большой процент. Люди боятся. Хотя, в общем-то, объективно, нечего бояться. А, у них какие-то же миссию, которые уже не ждут? М? Миссию, например, никто уже. Ну, уже все, ладно. Спасибо.